Сохранена. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев на заседании Кабмина. Как подчеркнул премьер, это решение поддерживают и большинство экспертов, но, что самое главное, большинство граждан России. Уже со следующего года так называемый мораторий, напомню, с 2014 года накопление было решено заморозить, отменяется. Напомню, вокруг этого вопроса в правительстве шли бурные дискуссии. Министры экономического блока предлагали сохранить накопительную часть, а министры социального выступали против, считая, что она должна быть добровольной. Мы должны развивать предсказуемую пенсионную систему, естественно, заниматься ее совершенствованием, оптимизацией ряда пенсионных механизмов. В этом контексте поручаю Минфину и Минэкономразвитию представить предложение по балансировке бюджета с учетом принятого решения, а также подготовить предложение по более эффективному использованию финансового ресурса от накопительной части пенсии, как источника экономического роста, в нашей стране источника так называемых длинных денег, имея в виду его использование не только, да и не только, и не столько для погашения дефицита бюджета, но и на поддержку инвестиций, на развитие экономики, особенно в условиях закрытых для нас рынков иностранной финансовой ликвидности. Большая часть сегодняшнего совещания правительства была посвящена экономике. Как заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, уже в следующем году ведомство прогнозирует положительную динамику в росте инвестиций. Просчитаны сценарии, когда российская экономика вернется к докризисному уровню, рецессия, как ожидается, закончится к 2017 году.